Быть здоровым модно. Это доказали и жители края, принявшие участие во Всероссийской спортивно-патриотической акции по массовому обливанию ледяной водой. Ее участниками стали 84 четинских смельчака. Кто они, расскажут наши корреспонденты. На площади Ленина собираются самые смелые и закаленные четинцы. В этом году за Байкальские моржи впервые присоединились ко Всероссийской спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно». Обливание со всей страны единовременно. В 19.30 мы обливаемся со всей страной. У нас за Рикстрил в Чите 84 участника. Самому младшему из них 6 лет. Старшему будет 84 года. Любите спорт, живите спортом, закаляйтесь. Мы очень хотим приобщить вас к здоровому и активному образу жизни. Главная миссия нашего мероприятия – это поддержка здорового и активного образа жизни. Отличное настроение и боевой задор. Мы надеемся, что сможем впечатлить и пробудить желание изменяться к лучшему. Кроме Забайкальского окрая, в необычном спортивном эксперименте приняли участие еще 14 регионов России. С отличным настроением и боевым задором участники готовятся к бодрящему душу и… Кстати, мороз бежит по коже только у тех, кто наблюдает за процессом закалки. Сами же участники акции «Холодной воды не боятся» почти каждые выходные окунаются в ледяную прорубь. Как сейчас за ощущения? Очень прекрасные. Вы не боитесь? Нет, привыкла. Привыкла, да? Да. Но впечатления, конечно, все равно каждый раз после холодной воды потрясающие. Вот в проруби, не вылазясь в проруби, находимся 7 минут. То есть, исходя из этого, в общем, простудными заболеваниями, если честно, я уже забыл, когда болел. Я хочу, чтобы все закалялись. Это здоровье, это перезагрузка, это прививка от стресса самое главное. Ну и самое главное – быть здоровым, обходя аптеки и всего прочего. Моржевание укрепляет не только здоровье, но и силу духа, а еще дарит незабываемые эмоции и веру в свои силы. Закаляешь тело – закаляешь и характер. Так говорят участники. Антон Колганов, Екатерина Орлова, Татьяна Оршинская. Вести и Читап.